Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тульнов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня становимся джедаями и собираем авто. Хотите стать джедаем или ситхом? Многие фанаты саги Джорджа Лукаса не раз пытались создать работающую копию световых мечей из обихода вселенной Звездных войн. Но такие технологии пока недоступны человечеству. Энтузиастам приходится придумывать оригинальные технические решения, чтобы создать модель светового меча, хотя бы издали напоминающие знаменитые мечи джедаев. Наиболее близкую к оригиналу версию, способную резать металл, менять окраску светового луча и при этом относительно компактную, создал известный инженер-блогер Джеймс Хобсон. Процесс создания плазменного меча с температурой клинка до 4000 градусов канадский инженер Хобсон разместил в YouTube. Была проблема с компактным источником энергии для питания меча, но изобретатель решил ее при помощи ранца, в котором разместил резервуар с пропаном. На помощь пришли свойства ламинарного потока. Они позволяют смешивать пропан с кислородом так, чтобы можно было достичь поразительного эффекта в виде луча плазмы, разогретой до 4000 градусов и способной плавить металл. Пучок горящего газа также может менять свой цвет с исходного белого при добавлении различных химикатов. К примеру, добавление хлорида натрия, то есть поваренной соли, делает луч желтым, добавление борной кислоты превращает его в знаменитую зелень йоды, а хлорид стронция делает луч красным, как у лордов ситхов Дарта Мола и Дарта Сидиуса. Больше мусора, больше автомобилей. Вот такая логическая связь возникла в головах студентов университета Эйнховена в Нидерландах. Человечество генерирует около 2 миллиардов тонн отходов в год, и студенты решили бороться с одной из самых актуальных проблем человечества. Они начали воплощать проект Лука. Он предполагает создание автомобиля, все детали которого произведены из переработанного мусора. Молодые люди не стремятся получить экономическую выгоду или наладить производство автомобилей из отходов. Цель — привлечение внимания бизнеса к отходам жизнедеятельности человека, которые являются ценным сырьем. Спортивный электромобиль под названием Лука делают в основном из ольна и переработанного пластика, большая часть которого была выловлена в океане. Корпус, отделка, окна и интерьер — тоже из переработанных материалов, в том числе PET-бутылок, твердого пластика АБС и бытовых отходов. В ходе переработки мусора для проекта студенты убедились в высокой трудоемкости процесса. Для получения необходимой прочности и жесткости деталей пришлось не только вылавливать пластик из океана, но и структурировать его для создания композитных материалов с нужными параметрами. Так появилось шасси авто Лука массой всего 400 килограммов. Вместо токсичных красок авто покрыто цветной пленкой, полученной из переработанного упаковочного полиэтилена. Обивка сидений — это переработанный PET, причем текстура похожа на замшу. Конские волосы и кокосовая стружка пригодились для набивки сидений. В качестве двигателя студенты использовали два электромотора. Они способны разгонять мусорный автомобиль до 90 километров в час. Запас хода — 220 километров. Автомобиль Лука двухместный. В багажнике даже осталось место для полезных в дороге вещей. Экспресс-тест на коронавирус с использованием электрического чипа. Это разработка тайваньских ученых, которые, в свою очередь, использовали изобретения ученых корейских. Надеемся, этот научный альянс принесет плоды и поможет в борьбе с пандемией COVID-19. Тайваньская компания разработала быстрый и точный тест на COVID-19 с использованием электронных чипов. Утверждается, что тест может выдавать результат в течение трех минут. Это совместный проект компании Molson Tech, которая производит полупроводники, и Ciprox, которая разработала систему тестирования. В Корее и Америке также есть исследовательские группы, которые изучают возможность использования подобных чипов. По словам исследователей, чип, или скорее биосенсор, покрыт материалом, который притягивает и связывается с РНК-вирусом. Когда РНК попадает на сенсор, поток электронов через цепь полупроводника изменяется, и это позволяет получить отрицательный или положительный результат. Команда разработчиков считает, что стоимость полупроводникового теста будет около 100 долларов США.